Всем привет! Сегодня будет экспресс-обзор на 25 минут о новинках и всех интересностях с выставки ProHunt 24. На этой выставке в основном представлены турецкие производители. Тем не менее, на ней я нашел много интересного. Ну и, конечно, главное событие всей выставки. Я представил новое ружье, над которым работал полгода. Но об этом я скромно расскажу в самом-самом конце этого ролика. А пока давайте посмотрим, что интересного есть на этой выставке. Я говорю есть, потому что выставка еще не закончилась, а вы уже смотрите этот обзор. Так что не забудьте поставить лайк. Пистолет называется Аргумент. Интересный образец, не похож ни на что другое на этой выставке. Это не копия пистолетов. Блок, это самобытный пистолет. Его многое роднит с пистолетом Макарова. Неподвижный ствол. Соответствующий калибр 9 на 17, либо 9 на 18. Но, что особенно интересно, предохранитель находится на спусковом крючке. Как там говорится, я никогда не положу палец на спусковый крючок. Пока бла-бла-бла. А тут палец на крючок кладете раньше. Снимайте предохранитель, нажимайте на спуск. В отличие от пистолета Макарова, это страйкер фаер. Здесь не курок, нет стрельбы самовзводом. Есть рычаг заторной задержки и сброса магазина. Сброс магазина, так сказать, европейский, как на Хеклер и Кох. А заторная задержка находится здесь. Обрезом уже никого не удивить. Но то, что меня удивило, что этот обрез с дульными сужениями. Если вы хотите хорошую осыпь, то этот обрез вам обеспечит очень хорошую. Вверху чок, внизу получок. Можно охотиться, можно самообороняться. Все продумано. Мне очень интересно, подходит ли такое ружье для наших российских новых требований. Дело в том, что это однозарядное ружье. Обычная однозарядная переломка 12-го калибра. Но здесь, рядышком, есть вот такое устройство. Даже не знаю, можно ли это назвать магазином. Заряжаешь сюда три патрона. Один патрон находится внутри, и один здесь. Как бы пять патронов. Но считай, что это патронтаж, а не магазин. Семи-automatic singing shot. Это новая школа игра на старом технологии. Это как вы будете ловить. Вы будете ловить в первую ружь, вы будете ловить это. Вы будете ловить это, и потом вы будете ловить эти ружьи. Вы будете ловить в магазине. И вот ты делаешь первый выстрел. Пам. Нажимаешь на левер. Ильза выскакивает. Подается следующий патрон. Закрывается. Закрываешь. Он автоматически в эту камеру подает еще один. В этот цилиндр подает еще один патрон. Ты стреляешь. Пам. Пам. Оставьте ваши комментарии. Подходит ли это под российское законодательство? Все-таки это однозарядное ружье. Еще одно интересное ружье. Не без странностей, но действительно интересное. Здесь все сделано из пластика. Это часть и цевьё. Да нет, цевьё тоже из пластика. Получается только ствол стальной. И верхний ресивер алюминиевый. Что интересно, это ружье 17-ти зарядное. По 4 патрона здесь находятся. И каждый раз вы, поворачивая рукой, получаете новые 4 патрона. Повернули. Получили новые патроны. Надо нажать вот на вот этот красный левер. Красный рычажок. Нажали на него и... Защёлкивается. И вы получаете доступ к новому магазину. Вместе с тем, если вы отстреляли все 17 патронов, у вас есть еще один рычажок. Вы этот рычажок отжимаете. Отжимаете. Вверх подняли. Вытащили. Достали новый магазин, который вы заранее зарядили. И, наверное, при определенной сноровке сначала сюда вставить, потом сюда вставить. Защёлкнули. Перезарядили. И у вас опять 17 выстрелов. Прикольно. Я не знаю, для чего, для охоты или для чего использовать. Но идейка мне понравилась. Всё пластиковое ружьё очень лёгкое. Но когда вы заряжаете 16 патронов в магазине, плюс 17-ый, естественно, оно становится очень увесистым. с балансом вперёд. Вот такая вот пушка. Прикольно. Мне тоже понравилось. Похожее по концепции ружьё. Но здесь поворачивающийся магазин имеет три секции вместо четырёх. Но здесь с помощью вот этого окошка можно закидывать как буквально в револьвер патроны. И, судя по всему, вот эта часть не отсоединяется. То есть заряжать будет довольно долго. Засунул 3-4 патрона, повернул. Засунул 3-4 патрона, повернул. Для тех, для кого короткоствол слишком короткий. Конечно, конструкция ещё требует доработки. Потому что палец не достаёт до спускового крючка. И достаёт, если только взвести курок. Но, тем не менее, 410-й калибр, револьвер. Вот в таком виде. Скрытное ношение гарантированно, если у вас очень широкие штаны. Что интересно в этом пистолете, он имеет дополнительный предохранитель. Двухсторонний предохранитель. Но часто это требуется силам. Часто это требуется силовикам. Поскольку ему там положено так. Так безопасней. В современных пистолетах уже трудно что-то новое придумать. Люди предлагают все одни и те же элементы. Площадки для установки коллиматорных прицелов. Сменные механические прицельные приспособления. И так далее, и так далее. Весь набор известен. Теперь при выборе пистолета самое главное это качество. Как работает спусковой крючок. Вынослив ли ствол. Правильно ли подобранные компоненты. Насколько высокое качество обработки материалов. Ситуация с выбором пистолетов стала напоминать ситуацию с рынком смартфонов. Которые все стали на одно лицо. Ну разве вот одно исключение. Пистолет калибра 5-7 миллиметров. Можно сказать, что среди турецких производителей это новинка. Вот на примере пистолета Stoyger. То есть это тот же самый Глок. Но только, мягко говоря, переосмысленный. Те же сменные задние части рукояток и так далее, и так далее. Вот на что здесь можно обратить внимание. Конкретно этот пистолет имеет реально невнятный вспуск. Вот сейчас все взведено. Но страйкер взведен, а выстрела не происходит. И только в самом конце. И даже нет, 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 нет. И только сейчас да. Ну и есть понятие ресета. Вот мы сделали ресет. Я так одной рукой круто профессионально это сделал. И ресет я пробовал раньше. Он тоже вообще непонятно где происходит. Короче, очень длинный мягкий ход спускового крючка. Что не является большим достоинством. То есть когда все пистолеты плюс-минус стали одинаковыми. То нужно уже вот такими деталями работать. И сделать было спуск здесь гораздо короче. Ну и короче просто более внятным. Тем удивительнее. У них есть компактная модель. Тоже глокоподобная. Но здесь спуск сделан довольно четким и коротким. Не идеальный, но по сравнению с тем первым это небо и бетон. Остается только извращаться или проявлять свою фантазию со всякими вырезами, выпилами, всякими формами. Но по сути конечно это ничего не меняет. Мне лично не нравится, но наверное кому-то понравится. Вот привлек внимание коллиматорный прицел компании Баррис. Это обычный был бы коллиматорный прицел. Но они добавили заднюю часть. Видите она тут явно выделена. Это по сути просто крышечка, которая закрывает от осадков, от влаги заднюю часть. То есть это обычный коллиматорный прицел. Но только они его физически закрыли. И сделали его более удобным. В том числе кстати для ношения. Когда вы носите близко к телу, да, некоторых стран это не касается, но Турции это касается. Близко к телу носите, то всякая влага от тела попадает сюда внутрь. И потом линза становится такой мутной и неприятной. Так что вот такое вот для ношения интересное устройство. Вот полноразмерный пистолет. То есть, ну можно его с Глоком 34 сравнить. Но МакВелл сделали здесь непонятно, почему такой дурацкий выступающий. И как будто он прилеплен совсем с другого оружия. Ну ладно, сделали, как говорится, так сделали. Хотя в целом, качество изготовления на хорошем уровне. То есть обработка металла, покрытие. Все вполне неплохо сделано. Но вот не до конца продумано. Например, целик торчит за пределы пистолета. Что на мой взгляд совершенно не нужно. Ну и МакВелл, конечно, это да. От компании Ритай. Пистолет 22 калибра. Что неплохо, прикольно. Ну такая специфическая эргономика. Кому-то может понравиться. Но что опять удивляет, какой спуск. Вот страйкер взведен. И посмотрите на свободный ход. Это жесть, конечно. И только вот здесь он должен сорваться. Посмотрим. Нет, я давлю прям сильно. То есть усилие еще большое. И это на 22 калибре. Ну, например, такой вариант. Нет, вариант Глока, но с алюминиевой рамкой. Соответственно, все то же самое, но только в профиль. Замечу, что опять же, раз я о спусковых крючках начал говорить, спусковой крючок здесь работает гораздо четче. Ну, видимо, алюминий больше позволяет. И у него меньше допусков. Но с другой стороны, обратил внимание, что мушка кривая почему-то. То есть она не посередине находится. Не знаю, вот в камеру это не так хорошо видно. Давайте попробуем рассмотреть. Но если присмотреться, то видно, что она не посередине. Это, конечно, непорядок. Плохо фокусируется телефон, мы боксуем. Короче, не посередине. Тут есть вот такая вот бита, которая как бы намекает, что с спусками надо еще поработать, да? Для информации, знали ли вы, что многие известные, очень известные бренды производят свое оружие не дома у себя в европейских и американских, мне сказал, чуть африканских странах. Да, они производят их в Турции. Очередной дробовик. Что можно придумывать нового? А можно вот треугольный ствол. Он треугольный где-то досюда, а дальше опять круглый. Ну, что-то новое. Не знаю зачем, но вот есть такая тема. А это тот случай, когда фантазия заводит слишком далеко, когда надо поженить одно ружье с другим ружьем. Дельфина и русалку, и получаются вот такие вот бегемоты. То есть это вот револьверное ружье сделали с тактическим цевьем, с рукояткой вот помпового ружья и прикладом стандартным, ну, скажем так, на то. И получаются такие веселые штуки. Я пытался пошутить, что Холосан скопировал их труд и работу, но местный китайец, услышав слово копи, сразу начал говорить, что нет, нет, это совершенно другая модель, ничего общего с Холосаном не имеет. Вот так вот. И тут, конечно, чудесные помпы с очень короткими маленькими цевьями и очень длинными прикладами. Представьте, вы вложились, у вас рука даже до сюда не дотягивается, чтобы перезарядить ружье. Надо убирать ружье из плеча. Ну, вот хороший комплект. Длиннющий приклад, просто нереально длинный. И очень короткое целье. Специально для развития боковых стрелковых стоек. Ну, и чтобы вас порадовать, покажу вам дам. Симпатичные девушки. Порой можно услышать смелые заявления, что у нас честная единичка, и можно наш прицел использовать как коллиматорный прицел. Тем более, вот марка, как у, ну, сами знаете у кого, Иотека, говорю шепотом. Но, друзья мои, это на самом деле не так. С таким полем зрения, при вскидке, при вскидке, вы потеряете эту марку через секунду. Поскольку вам нужно так четко позиционировать свой глаз относительно этого прицела, что ни о каком коллиматоре речи тут не идет. А тут, как говорится, без комментариев. Ружье-трансформер. Если вы смотрели фильм «Чужие», вторая часть «Чужих», и это ружье бы очень туда подошло и по дизайну, и по концепции. Там был такой дробовик, но был он вполне стандартный. А этот вот с таким, можно сказать, что это цевьё. Я думаю, что это, конечно, дизайн ради дизайна, но, тем не менее, можно сказать, если бы кто-то это продвигал как маркетинговый продукт, он бы сказал, что это сделано для того, чтобы был более стабильный выстрел. Потому что приклада-то нет, а тяжелое ружье более стабильно. Ну, второе, почему это применимо? Ну, может быть, при интенсивной стрельбе, хотя тут всего 4 патрона, не будет нагреваться ствол, вы не обожжетесь. И в конце концов, можно такой тяжелой штукой долбануть. Так что вот такой футуристический дробовичок. Так, значит, сейчас есть тенденция делать девятки. Ну, в частности, такая девятка, которая чем-то напоминает стрибок и по форм-фактору, и по конструкции, и болт такой же. Короче, не основанная на аэроплатформе, но с органами управления аэроплатформы. Но, что интересно, я тут заметил. Передернем затвор. Передернем затвор. Нажмем на спусковой крючок и удивимся. Какой хороший спуск. А теперь попробуем сделать ресет. А ресета не произошло. А ресета не произошло. Это такой маленький трюк, который допускают, видимо, на экспозициях, на всяких выставках. Делают супер-классный спуск, но он на самом деле на реальном оружии работать не будет. Ибо он сделал нереалистично, маленькой и не перехватывает. При реальной стрельбе он будет постоянно срываться. Что, кстати говоря, может привести к полностью автоматической стрельбе ненароком. Ну вот, короче, сейчас очень многие начали делать девятки. Наверное, вчерашний день это пистолеты на платформе Глока, а сегодняшний день это вот девятки. Внимательному зрителю, что не так с этим пулеметом. С этой не Сайгой-9. С этой тоже не особо. Помповая мелкашка. Интересный пестик от команды групп. Полностью стальной. Опять, не очень хороший спуск, но здорово продуманная эргономика. В руках лежит отлично. Выглядит прилично. Масса большая. И он у них прям так и называется. Спорт. Правда, не подходящие для спортивной стрельбы, если имеется в виду практическая стрельба. Прицельные приспособления. Слишком маленький целик. Долго сопоставлять пушку с целиком придется. Вообще, замечу, что эта компания очень здорово поработала с эргономикой. Пистолеты очень-очень хорошо лежат в руке. Получается очень смешно, что копии Глока или вдохновленные Глоком пистолета все лучше по эргономике, чем сам Глок. Интересный клон с Сайги и Випря. Будем называть это Армсан 340 для практической стрельбы. Такой странный ДТК. Абсолютно, думаю, бесполезный. Я как суперспециалист в области ДТК говорю. Интересное цевьё с симпатичным дизайном. Сейчас попробую, насколько оно удобно. Планка здесь прикреплена. Могли бы и сварить. В общем, алюминиевая планка и штампованная крышка. Собственно говоря, Армсан уже давно делает копии ружей на базе Сайги. Но выглядит довольно прикольно. Ну и, соответственно, Млок как крепление для всего. Выглядит хорошо. Макбелл встроенный здесь, сделан из пластика. И алюминиевая нижняя часть. Причем заходит сюда аж наверх. В общем, они сделали кое-что. Не избавившись от, например, неудобной сборки Шахта-магазина Сайговской. Могли бы сделать и более простую, скажем, со стороны. Нет, здесь, во-первых, не подберешься из-за Макбелла. Нужно снимать Макбелл. Опять про спуск. Спуск очень плохой. Даже хуже, наверное, чем стандартный Калашовский. Но спусковой крючок красивый. Шахта-магазина по размерам такая же плюс-минус, как на Сайге 340. Причем быстро сброса никакого нет. Есть увеличенный рычаг, как на обычном АК, на обычной Сайге. Левосторонняя рукоятка. Но я подозреваю, что ее конструкция сделана так, что после определенного количества выстрелов она отвалится. Такое ощущение, что они не совсем понимали, для чего они делали это ружье. То ли для тактики, то ли для спорта. Такой гибрид. Какие-то интересные моменты, но какие-то нелогичные. Короче говоря, если брать ее по спорту, то ее надо переделывать. Похоже, Армсан мы видели на чемпионате мира, который недавно проходил в Таиланде. В конце буду ссылочку оставлять на него. И мы видели, как англичане жестко-жестко его переделывали. Есть, конечно, и дуэльные пистолеты, как вот этот. Востребованная вещь для спорщиков в интернете. Если серьезно, то это обычная одностволка, что-то типа вот этого. Просто обрезанные стволы, нет приклада. Плюс рычаг переведен из этого места вот сюда. Нажал, и он переламывается. 12-й калибр. И тут же показан под 410-й калибр. Какое назначение для таких вот пистолетов. Еще один буллпап, но главное, что я скажу, поражает качество пластиков, подгонки и изготовления. Это очень высокое качество. Вот эти стеклонаполненные полиамиды и все остальное. Оно достаточно прочное. Это уже было проверено сначала на магазинах, потом на рамках. Вот теперь ружья делают с ловерами такими. Понятно, что ствол стальной. Но, блин, какое высокое качество. То есть делать фрезеровку это долго и дорого. А лить пластик из пресс-формы, это намного дешевле. И, соответственно, и цена, и возможности, не только по дизайну, но и технические возможности возрастают. Здесь прям есть дух Келтека. Но я честно скажу, что приятное ощущение в руках. И четкость работы механизма, и то, как работает спуск, и так, как доступный орган управления, ну, кроме зарядки. Вот такая вот любопытная помпа, которая, в принципе, наверное, на стрельбище не затерялась бы. Из новенького шотганы, которые похожи на FN-винтовки в 308-м калибре. Ну, неплохая идея. Если берут аркоподобные, то и такие, наверное, возьмут. Интересно, хорошо работает или нет. FN-скар подобное ружье. Это обычный пятизарядный магазин, но он очень сильно по размерам напоминает 308-й калибр, как, собственно, и FN-скар. Соответственно, рукоятка перезаряжания, правда, здесь почему-то на одну сторону сделана. И приклад, не сказать, что точная копия, но что-то похожее. Соответственно, регулируется высота, но диапазон регулировок маленький. Короче, похоже. И здесь имитация глушителя, просто такая заглушка. Она ни для чего не нужна, ничего не фиксирует. Но похоже, что глушитель. Ну, было бы прикольно попасть. Я представляю вам то, на чем работал последние 6 месяцев. Это ружье для практической стрельбы и ружье для экшедшутинга, если так можно сказать, в Америке так называют часто. Короче говоря, это ружье экономически соответствует потребностям для нашего вида спорта. В нем практически все регулируемое. Это, безусловно, прототип. Еще будем работать на нем, может быть, полгода, может быть, год. Посмотрим, как пойдет. Из особенностей здесь новая модель цивольного тормоза-компенсатора. На мой взгляд, очень эффективного. И под нашу задачу как раз то, что надо. То есть там правильно сбалансирована и отдача, и при этом при невысокой отдаче очень хорошая стабилизация. То есть компенсатор работает очень хорошо. Не просто как тормоз. Цывье специфическое с вентиляцией. Исключает обжигание обсквол, что было раньше. И выполнено из полимера высококачественного. Маквелл не виден, но он здесь есть. С правильным углом. Часто бывает и тот угол. И несмотря на то, что есть Маквелл, все равно в представлении бывают проблемы. Здесь этого нет. И будет еще один дополнительный для таких лютых спортсменов. Кроме того, все пружинки подубраны. Все нажимается легко и просто. Сейчас рычаг такого. Типа, но позже сделаем рычаг вот здесь. Рычаг для сброса с затворной задержки. Увеличенные органы управления. Большая кнопка. Кое-какие другие мелочи. Мелочи. Полностью регулируемый приклад. По оси. Сюда-сюда. Левый, верхний, вниз и так далее. В общем, скелетизированный классный. И вместе с тем он сделан специально не очень легким. Для того, чтобы баланс был смещен несколько назад. Особенно при новом магазине. Самое главное. Многие проблемы в крестском оружии шли от магазина. Здесь же мы сделаем новый магазин. Уже есть прототип. С очень хорошим углом подачи. Он не на стола ни на какой другой модели. Он частично напоминает Сайговый магазин. Сделан, естественно, из пластика. Потому что пластик хорошо дружит с температурой, со всем остальным. И при падениях не деформируется безобразно. И правильный угол подачи, правильно подобранные пружины. Надеюсь, все это будет работать. Должен быть скромным. Но уже работает хорошо. Короче говоря. Наверное, на канале выйдет ролик о том, как я это ружье придумывал. Как я его делал. Как я в этом во всем активно участвовала. И потом, возможно, и вам доведется пострелять из этой пушки. Так что я, как новоявленный инженер, имел дело с оружием уже всю свою жизнь. IPC последние 12-13 лет занимался. Ну, в общем, попытался вложить весь свой опыт вот в этот проект. Надеюсь, все пойдет хорошо.